Так, ну что, здорово всем, гайз! Наступил тот самый момент, когда меня оставили соло-керить себе еду, ой, ну, короче, готовить себе еду в соло, да? Я проголодался, уже третий день не ел, поэтому наступил час, когда мы будем, что правильно, мы будем жарить пельмени. Это будет гайд, ну, по истинным стандартам я их никогда не жарил, поэтому это будет гайд, можно сказать, от инка. По жарке пельменей, первое ощущение, скажем так. Ну что, сначала нужно разобраться, тогда я могу отдалить, да, могу отдалить, да, наверное, лучше отдалю, будет так легче. Сначала разберемся, как включить плиту, я надеюсь, это от плиты штука. Не обращайте внимания на срач, мне просто было лень убираться от объявителя, да? Далее, что мы делаем? Ну, мы скрываем пельмени. Блин, у меня нет камеры какой-то на голову. Вскрыли пельмени, теперь надо разобраться, как пользоваться комфоркой. Ну что, я думаю, он. Так, есть бойл, нам оно не надо, хитап, стюфрай, ну, наверное, жарко. Мы же жарить пельмени будем, да? И оно сразу начинает работать, да, поэтому сразу открываем сковороду, ставим на нее этот. Я так понимаю, что нам нужно сделать? У нас есть масло, да? Для начала скрываем масло. Чагис, дайте я разберусь, как одной рукой мне вообще готовить. Я-то и двумя не умею, как говорится, а тут одной. По классике жанра. Так, вскрываем масло, это можно сюда положить. Отрезаем кусочек, блед. Одной рукой явно силенок не хватает. Так, сейчас гайз. Я отрезал масло, все. Эль классика. В чем мы дальше? Ну, я думаю, сначала кидаем масло. Отлично, жарко уже идет. Теперь надо понять, сколько пельменей мы хотим использовать, да? Давайте возьмем лопатку. Лопатка есть. По классике это все надо... Я не знаю, что комментировать, но просто я жарю пельмени. Я их никогда не жарил, я их варил, да? И то не много раз. Готовить я не готовлю, поэтому, когда меня оставляют в соло, без возможности заказать себе еду, у меня начинаются трейхарды в соло. Окей, что, можно закидывать потихоньку в пельметосы. Они тут слипшиеся какие-то, ну, замороженные, потому что, очевидно. Ого, рукой закину, чтоб не париться. На глаз кидаем сколько надо. Так. Ну, еще можно больше, да? Я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что я, ну, не проверял звук. Записывается все с первого кадра, как говорится. Бля, тут слипшиеся, тем не менее, надо их разбить. Главное, не поцарапать сковороду. Ну, давай. Давай, разлипайся. Надо было их заранее подготовить, я думаю, потому что одной рукой делать это все вообще анрио. Откровенно говоря. Оп. Оп. Допустим. Я думаю, можно поменьше сделать температуру. Да, он 160. Ещё масло можно отрезать, накинуть с краешку, чисто вот так вот. Оп. И закидываем ещё масло. Так что, ждём 5 минут. Таймер я, к сожалению, поставить не могу, поэтому будем делать это всё так. Покидаем их там. Окей. Тем временем, что мы имеем? У меня ещё есть зелень. Будем делать... Как называется? Соус. Да? Эти пельмени пока можем отложить. Также нужно заранее приготовить тарелку. Так, я не знаю, что эта ложка здесь делает, мы её уберём. Так, и надо проверить, как они жарятся. Они вообще жарятся? Окей, допустим, есть, насколько я знаю, пару видов приготовления пельменей. Их можно сразу жарить замороженными, а потом тушить в воде. Но, как я посмотрел в одном из гайдов, пожарки пельменей, ну, не так вкусно получается, абитценно говоря. Поэтому... Давайте поднимем температуру. Поэтому я решил именно жарить без тушения потом. То есть мы их сейчас сразу пожарим, они будут в корочке хорошие. Вот. Ну, вон кошка уже чувствует запах. Что ты? Бе-е-е-е. Так. Мне кажется, я мало пельменей набросал, но это такая тестовая порция. На первый раз пойдёт, как говорится. О-о-о. Ну, я не знаю, солёное ли они или нет, поэтому давайте посорим. Блэ. Не могу одной рукой открывать. Сейчас газ я положу. Секунду. Девочки, вы упали. Всё, я положил. Теперь надо очень аккуратно взять это двумя пальцами и посолить. Окей. Допустим. Допустим, я посолю. Но всё-таки температуру сбавим, потому что что-то 210 градусов, это вам не хукры-мухры, правильно я говорю? Вот. Не знаю, как я буду нарезать это всё, если я с одной рукой посолю. Окей. Окей. Так, ну, ждём. В общем-то, там по 5 минут их надо обжаривать с каждой стороны, но я не знаю, с какой стороны, как поворачивать, поэтому будем делать всё так. Допустим. Будем потихоньку их всегда переворачивать. Я надеюсь, на что тогда получится. Что ещё? Мы чаёк можем ещё заварить. Да, давайте чаёк поставлю завариваться. Ну, гайд на чаёк, это уже в отдельном видео, я думаю, будет. Пока что гайд именно на пельмени. Поэтому сильно не обольщайтесь. Давайте, что-то ладно, чайник не шумел, я его выключу, потом сам себе чай сделаю. Вот. Что ещё? Ну, для приготовления соуса объективно нам нужна сметана и зелень. Раздайте, я достану, это можно убрать. Так, Блэк. Это всё мы убираем. Уберём досточку. И теперь время нарезать. Это всё было промыто до видео, конечно же. Не такими крупными, я думаю, бля, ну, одной рукой, конечно, Андреа нарезать. Вы, я думаю, понимаете. Это мы можем убирать то, что у нас осталось сзади. Так, ну, и не забываем мешать пельмени, конечно же. О, они какие-то подгоревшие получаются, да? Утуждаю. Ну, это не подгоревшие, это корочка, так и должно быть. Объективно так и должно быть. Нормально. Дальше нарезаем петрушечку, то есть нашу зелень. Гипер это всё неудобно делать. Надо было, наверное, побольше маслица накинуть. Ну, ничего, это гайд, как говорится, там, взял раканы, не зная, что можно у рту тыкать перед вешкой. Это всё простительно. Первый раз в войну. Жить можно. Дальше. Мы берём ёмкость, которую закидываем с ложки. С ложки сметанку закинем. Опять же, ещё раз перемешаем наши пельмени. Ещё сметанки. Ну, и теперь можно выгружать сюда зелень. Мне кажется, много я сделал зелень и взял. Это всё перемешиваю. Бля! Нормально, живём. Главное, нормально перемешать. Вот. Получается у нас такая однородная масса. Ещё сметанки накидываем сверху. Ещё чуть перемешиваем. Нормально. Далее. Пельмени у нас живут. Так, ну я думаю, пельмени можно потихоньку снимать. Да, мне кажется, что они уже готовы. Ну, на глаз, понимаете? Всё делается на глаз, потому что мы профессионалы. Вы, конечно же, замеряйте там с таймером стоите и так далее. Всё, пельмени у нас есть. Конторку мы вырубаем. Крышку назад одеваем. Так. Ну, они такие. Я их пережарил, мне кажется, в некоторых местах. Далее. В эту штуку, всю зеленью. Я как извращенец, я добавлю кетчупа. Блядь. Извиняюсь. Сейчас, как мне кетчуп открыть одной рукой? Ладно, Гай, сейчас я вас ещё раз уроню. Не обижайтесь. Но это вынужденная мера. Так. Теперь наливаем чуть-чуть кетчупа. Ну, как чуть-чуть, я люблю побольше кетчупа, да? Логично. Вот. И ещё раз всё перемешиваем. Сейчас одной рукой буду держать, снимать. Которую перемешивать всё это. Ну, пахнет это всё вкусно. Так, теперь я ещё раз васложу. Не обижайтесь, да, на меня. Я ещё раз васложу. И выгружаю с ложечки это всё на пельмени. Наши только что пожаренные. Вот. Ну, объективно говоря, это выглядит вкусно. Вы пока, конечно, ничего не видите. Я как человек, который готовит сам раз в тысячелетие, заявляю, что всё, что готовлю я, для меня выглядит вкусно, для остальных ужасно. Поэтому можете ставить лайк, если это выглядит убого. Вот. Всё, мы всё выгрузили. Окей. Теперь последний штрих. Берём вилочку, уложим, и идём всё кушать. Да. Ну всё, с вами был, получается, Хаулакс, который первый раз жарил пельмени. Сам. Но очень любит жареные пельмени. Поэтому всем удачи, всем пока. Хороших игр в диком ущелье.